Вы знаете, я вспоминаю вот 2005 год, когда Роман Бессмертный, работая вместе с Виктором Юченко, тоже уже поднимали неоднократно этот вопрос по укропнению территориальных общин. И я как человек, постоянно находящийся в контакте с лидерами территориальных общин, и бываю в этих территориальных общинах по всей Украине, хочу сказать, что простые люди будут иметь для себя очень негативные последствия. Если немножко дальше отъехать от Киева и увидеть, что делается в районах и в селах Украины, то можно прийти в ужас. Практически в селах остались только пенсионеры. Молодые люди выехали на заработки кто в Америку, кто в Европу, кто в Россию. И в основном в России очень много работают людей. Остальные либо пьют, я говорю о мужчинах, либо же практически не работают. Очень маленький процент людей. Остались только пенсионеры, которые требуют социального обеспечения. Особенно обеспечение состояния здоровья. Это больницы, амбулатории и так далее. Если будет укропнение территориальных общин, автоматически вся социальная инфраструктура перейдет именно в те центры, которые будут главными в этой территориальной общине. И, соответственно, вот этим старым немощным людям придется ехать и обслуживаться именно по здоровью в поликлиниках именно за 50, 70, 80 километров. Что касается уплаты за коммунальные услуги, это тоже самое будет. И особенно, что касается газовых проблем, и проблем, связанных с электричеством. То есть вот эти районные организации, и так они сложны в доступе простых людей к ним. Особенно, что касается газовых организаций. Люди приходят туда месяцами, ходят, чтобы регулировать какие-то свои технические вопросы. Проектные, есть ли проблемы с уплатой и так далее. А сейчас, если будет укропнение территориальных общин, эти люди будут ездить, тратить свои деньги, десятки километров, стоять в очередях месяцами, чтобы решить эти вопросы. Поэтому, если это всё направлено на человека, то нужно спрашивать. Если проект какой-то, который вносится в Верховный Совет, или принимается на уровне Кабинета Министров, или подписывается президентом документ, регулирующий жизнедеятельность простого гражданина, то этот вопрос должен подниматься перед этим гражданином и обсуждаться в общине, в народе. И после того, как народ скажет «да», только после этого выносить этот документ на обсуждение Верховного Совета и законодательно урегулировав этот вопрос в стенах Верховного Совета, или Кабинета Министров, или стенах президента. А у нас общество сейчас само по себе, власть сама по себе. Власть сформируется без общества, и власть живёт тоже без общества, только используя общество на какой-то короткий период, перед выборами, во время выборов, ну и если нужно протянуть власти какой-то для власти интересный вопрос. В остальных случаях об обществе забывают, и стараются запустить такие механизмы, которые бы были в ущерб этому обществу. Вот у меня весь ответ на этот вопрос. Другого не может быть.